Собственно говоря, две трети лет уже пролетело, и как ни странно, именно сейчас активизировались люди, которые занимаются нелегальной парковкой. Мошенники, так сказать, аферисты. Мошенники, абсолютно верно. Ну, они активизировались не прямо сейчас, на самом деле, открою тайну, они промышляют уже несколько лет, можно так сказать, во что касается парковки возле Ласточкиного гнезда. Да, я знаю, что там давно берут плату в этом месте, и если требуешь у них, допустим, чек, квитанцию, они предоставляют с мокрой печатью, но фирмы, которые на самом деле не существуют. Поэтому, конечно же, приезжающие туристы, доверчивые туристы, они платят и даже не знают о том, что и сами нарушают закон, и идут на поводу у обманщиков. Но самое интересное, это формулировка, с которой они выдают этот фальшивый чек. Они говорят, что это за безлимитную парковку и за то, что они присматривают, за то, что они в случае чего якобы, я не знаю, наверное, в сохранности ее вернут, то есть они берут на себя и страховку машина, если вдруг произойдет ЧП. Ну, конечно же, на самом деле, это развод. Это все неправда, это, как сказала фирма, которая отвечает за эту парковку, там можно оставлять машину бесплатно. Мы, дорогие друзья, не ведитесь на поводу у мошенников. Они спортсмены, интересно, как ты думаешь? Не знаю, спортсмены они или нет, но, скорее всего, бегать они умеют хорошо и быстро, если вдруг приезжает налоговая или какие-то другие проверяющие. Ну, наверное, им в любом случае это пригодится. Занятие кроссфитом как раз для них. Аэробные упражнения, гимнастика, тяжелая атлетика, бег, гантели и специальные тренажеры – все это вместе по очереди и очень интенсивно. Кроссфит собирает все больше поклонников. Кажется, что заниматься этим выматывающим видом спорта могут только подготовленные атлеты. Однако все чаще кроссфитерами становятся дети. Приседания, подтягивания, прыжки в длину и в высоту. Несмотря на то, что младшему в этой группе 6, а старшему 13 лет. Для них такая программа нагрузок – обычное дело. Помимо работы с собственным весом, кроссфит предусматривает и тренировки с дополнительным спортивным инвентарем. Делать это можно только с 14 лет. Полине всего 9. Ждать девочка не намерена. Технику выполнения элементов начала осваивать уже сейчас. За три года тренировок Полина освоила базовую программу. Может отжаться 30 раз. Длина прыжка увеличивается день ото дня. А все началось с простого любопытства. Решила узнать, чем занимается в зале сестра. Уже на следующий день девочка вступила в ряды спортсменов. Впечатления от первых тренировок помнит и сейчас. И даже вот эта дорога от дома до тренировки у меня доставляла удовольствие. Сильно устаешь на тренировках? Ну, поначалу да, а потом я уже привыкла и уже не сильно уставала на тренировках. Но все-таки иногда бывает трудновато. Развитие и проработка мышц – это только вершина айсберга. Результат таких комплексных тренировок также всесторонний. Ребята становятся дисциплинированными. Что такое лень – попросту забывают. За это время ребенок изменился физически. Ему это нравится, он идет с удовольствием. Меньше времени он проводит в интернет-пространстве. Кроме того, на тренировках дети знакомятся, находят новых друзей. Причем это не просто товарищи, а единомышленники. Кто начинает заниматься спортом с детства, всегда переходит что-то дальше. Кто-то идет по тренажерному залу, кто-то идет в плавание, кто-то в карате. Кто начинает, никогда никто не бросает уже. Основные достижения у этих детей еще впереди. А главное, что развиваясь, работая на тренировках, они изменяются не только сами, но и мир вокруг. К примеру, пообщавшись с ними, решил спортом заняться и я. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня.